В минувший вторник на базе детско-юношеской спортивной школы состоялся краевой турнир по пауэрлифтингу. Организаторами соревнований является отдел молодежной политики и спорта, администрация Мурского муниципального района. Стоит отметить, что соревнования проводились как в командном зачете, так и в личном. О том, какие команды участвуют в состязании и что вообще представляет собой вид спорта пауэрлифтинг, рассказал Евгений Ушаков, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы по пауэрлифтингу. Это краевая спартакиада среди СУЗов, техникумов и колледжей. В команде 6 человек. Участвуют 7 команд, 4 команды из Хабаровска, 2 из Комсомольска и 1 из Самурска. Пауэрлифтинг состоит из трех движений, недаром он называется по-русски силовое троеборье, потому что три упражнения входят. Присед, приседание со штангой на плечах, жим лежа на горизонтальной скамье и становая тяга. По сумме выполненных упражнений, поднятых весов, определяется победитель. Начались соревнования торжественным парадом всех участников. С открытием краевых соревнований по пауэрлифтингу среди средне-специальных учебных заведений, присутствующих поздравил Евгений Зайцев, начальник отдела молодежной политики и спорта администрации Амурского муниципального района. Разрешите мне от имени администрации Амурского муниципального района, а также от себя лично, от всей души поздравить уже старшим традиционным здесь соревнованиям по пауэрлифтингу. Пауэрлифтинг среди учебных заведений пользуется большой популярностью. Это тот вид спорта, где больше всего усваиваются спортивные разряды. Поэтому, уважаемые участники соревнований, желаю вам эти соревнования победить, и чтобы вы показали свое мастерство и выполнили более лучшие спортивные разряды. Стоит выделить, что амурчане по ходу соревнований ни в чем не уступали соперникам и в итоге показали неплохие результаты. В общекомандном зачете единственная команда, представлявшая наш город, команда Амурского политехнического техникума, заняла второе место, уступив совсем чуть-чуть спортсменам из Хабаровского техникума железнодорожного транспорта. На третьем месте представители Комсомольского авиационно-технического техникума. В личном зачете весовой категории до 59 кг второе место занял амурчанин Максим Каргин, а Никита Алифанов в той же весовой категории показал третий результат. В весовой категории до 66 кг третье место у Кости Мельницкого, а среди спортсменов, чей вес не превышает 74 кг, третий результат показал Илья Варбанет. От всей души поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших успехов.